НГС новости. Сегодня 2 августа. В этот день традиционно празднуется у нас День военно-вздушно-десантных войск. Мы вышли на улицу, чтобы посмотреть, как отвечает этот праздник в Красноярске. Традиционно десантники собираются в Центральном парке, куда мы тоже сейчас зайдем. А пока мы на Пковке, и видим здесь несколько машин с флагами, и направляемся прямо к героям праздника. Пойдемте спросим, поздравим их. Здравствуйте! С праздником вас! НГС новости вас беспокоят. А можно вас? Журналисты НГС новости вас беспокоят. Скажите, как вас зовут? Владислав. Владислав, когда вы служили? В год. В годинском году. Расскажите, что запомнилось от службы, и каким был ваш первый прыжок? Первый прыжок я уже прыгал в армию 5 раз. Я ничего нового не испытал. Вы специально хотели служить в ВДВ, или так получилось? Да, я готов, так. Чтобы быть на службе. Что бы вы сказали молодым ребятам, которые сейчас боятся идти в армию? Здесь такой прекрасный центр Патриот находится на спутнике. Там музыкалку парням делают молодым, очень хорошую. Советую всем обратиться. Спасибо вам большое. С праздником вас еще раз. Это ваши сослуживцы здесь? Вы все вместе? Мы сослужили вас вместе с его очень-очень молодым. То есть это 7 лет назад? Нет, это в другом месте. Ага, а это секрет? Еще раз праздник у вас, ребят. Что ж, идем. В комментариях у нас спрашивают, работают ли фонтаны. Честно, я пока не проходила мимо фонтанов, не видела. Но небольшой фонтан есть в Центральном парке, поэтому посмотрим, работает ли он. С праздником! Сегодня писательники собираются со служивцами, встречаются, вспоминают, как служили. С праздником вас, журналисты НГС. Новости, можно у вас на пару слов буквально? Мы торопимся. Хорошо. Вот, я тороплюсь. Отвечаем сегодня, видимо, с самого утра. Здравствуйте, Дмитрий, подержи, мы с вами, подскажите, пожалуйста, девушке. Подскажите, подскажите. Здравствуйте, журналисты НГС. Новости, подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Сергей. Сергей, расскажите, пожалуйста, о своей службе, что для вас значит этот праздник? Это много, что значит. Много где были, много что видели, друзей теряли, теснее. Ну, что сделать? Праздник это все, больше, чем день рождения. Для нас, конечно. Когда вас служили? В 81-83. Какой-то самый страшный на ваш день есть такой в вашей истории? Да, шатой введено, где-то здесь, когда мы брали полевого командира, за что-то все оплаты получили. Доставляли федералов. Что в этот праздник, да? Вот многие говорят, что в этот праздник все выпивают слишком много, начинаются какие-то потасовки. Да, такой какой-то окрас есть уже этого праздника. Как вы считаете? Что в нем? По мне видно, что... Поба мне. Да нет, конечно. Раньше, где-то в 90-е годы, маленько чудили. А сейчас у них только. То есть же спокойно. Да. Вы сегодня кого-то встретили своих? Конечно. Я сейчас просто жду, я на шарашу сезжаю. Ага. Но этот день встречи сослуживцев, или можете подойти к любому? К любому можно подойти, кто носит вот такие штучки. Тебе помогут, отправят домой, если ты маленечко перебрал. Короче, помогут вообще. Спасибо большое, с праздником вас. Конечно, спасибо. Так, к сожалению, наш герой сейчас говорил довольно тихо. Он рассказывал, как служил в Чечне, за что получил медаль за отвагу. Видно, что вспоминать об этом ему сегодня тяжело. Ну что ж, мы продолжаем гулять по Центральному парку. Должно сказать, что пока десантиков здесь не так много. Вот они. Вдалеке красавцы в тельняшках. С праздником вас! Спасибо. Здравствуйте, а журналисты вас беспокоят? НГС Новости. Скажите, пожалуйста, говорят, десантники фонтаны прыгают 2 августа. Правда или нет? А знаете, почему прыгают? Почему прыгают? Они пышное небо видят. Скажение неба, прыгают. А, вот почему. Да, да, да. А вы вот можете вспомнить ваш первый прыжок? Как вас зовут? Меня Вадим зовут. Вадим, как прошел ваш первый прыжок? Замечательно. Я прям рвался быстрее сделать этот прыжок. Серьезно? И не страшно? Да нет, вообще не страшно. Первый не страшно, второй страшно. Какое вот это вот ощущение, когда... Вы прыгали? Попробуйте. Я прыгала только с тарзанки один раз, но я бы не хотел повторять. Попробуйте, попробуйте. Вообще замечательное ощущение. Всем классно. Уходишь. Бездно. И прям здорово. А вы про ваш первый прыжок, помните? Да, что я вам скажу. Расскажете? Блестяще все было. Где он был? Где парашют? А, где там вертолет, да, Ми-8 у нас был. Зарежьте это, да, замажьте, замажьте. Да как там, как наезжать заходишь, так не писать, никак не рассказывать. Да все классно, все здорово. Вообще мы всем советуем попрыгать. Даже кто не служил, пускай идет и прыгает, пробует это. Это вообще супер здорово. Вот, и мы в любом случае не оставляем традиции. Мы прыгаем здесь, там, прыгали здесь, прыгаем, летаем за все, что есть. И как бы, в общем, классно. Что ж скажешь ребятам, которые сейчас собираются в армию, и это всегда такая спорная тема? Да вообще не спорная тема. На самом деле, если, может, я скажу грубо, просто пусть тебя не от мамы оторвали, все в порядке у тебя будет. Все будет замечательное. Как бы, все отлично, все пройдет, замечательная служба. Я вообще каждому советую пойти. Там здорово, там классно, ты подбегаешь, попрыгаешь. Либо кто-то сомневается. Да не знаю, в чем сомнение. В тот момент. Первый месяц, три тяжело, потом нормально. Спасибо большое вам, ребята, с праздником вас. Спасибо, спасибо. Вот мы с вами видим небольшой такой фонтан. Ну, здесь никто в него, конечно, не пытается залезть. Страшивают вас в комментариях, где идет трансляция. Мы сейчас находимся в Центральном парке. Здесь не так много людей. Если честно, я ожидала, что будет гораздо больше. Пока не видно, но прямо перед нами стоит танк. Какая-то военная машина. С праздником вас. Спасибо. Пойдемте, знаем, что это такое. Десантники мирно сидят на лавочках. Давайте спросим, что это. Здравствуйте. Вас журналист НГС на Осте беспокоит. Скажите, пожалуйста, что это за машина. Можете рассказать? Это боевая машина, пифод и бронетранспортер 80. Бронетранспортер, да? Какие-то... Можете его особенности сказать? Особенности броневая машина плавающая. Плавающая? Да, плавающая. На какую глубину? На какую глубину? На любую. То есть можно по дну смело передвигаться? Нет, по дну-то нельзя. Она же не под водой. Она наверху. На медный движок. Восьми колес. Это современная техника, да? Которая сейчас у нас есть. Это чеченский воин, она победила. Современная ТБТР-90, но она на базе 70-х. А где хранится она у нас здесь, в Красноярске? Хранится у нас. У нас. Военная тайна. Спасибо большое. Сейчас эта машина есть. Те, кто рядышком фотографируются. Пойдем, пожалуйста. Довольно тихо в парке. Десантники встречаются, обнимают друг друга. Знают, не знают друг друга, не знают, но обнимают. Давайте подойдем. Те, ладно. Добрый день. А вас журналисты беспокоят. НГС новости. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Владимир. А вас? Валера. Скажите, пожалуйста, когда вы служили и что для вас этот праздник сегодня? Я служил в войсках Гадьеваси Моргелова. 73-75. Где? В Болгороде. В Болгороде. Как? Просто десантник. Десантник. Тогда вы вспомните ваш первый прыжок? Мой прыжок. Я в ДОСАФ три раза прыгал еще здесь, до гражданки. Еще до службы? Да, до службы. А потом уже в армии у меня 14-х полгода. 17-х полгода. Какой из них был самый страшный? Говорят... Все страшные. Все страшные? Ты всегда боишься. Ну, что думаете-то? Ну, с 400 было самое страшное. С 400? Это сколько секунд свободного падения? Это приближенный к военным действиям. Там только парашют раскрылся уже на ногах. У меня два прыжка было. Таких? С 400 метров? То есть это очень быстро нужно было отреагировать? А так было 850 метров. Были у вас какие-то свои традиции или какие-то, вот знаете, что вот что-то нужно подложить под пяточку, чтобы прыжок получился хороший? Не знаю, или что-то такое ваше. Собоги девочками привязывали, чтобы не спали. Как это? А вот так вот. Смотришь, только партянки летают. Кто не привязал. А, да, это сапоги слетают. Сапоги слетают только так. С ног. С ног слетали, сапоги вер... А, партянки подниму, получается. В случае еще, когда молодой в потоке парашют отпилил, я ему прямо на купол упал. А там полюсное отверстие, у нас парашюты были Д-5. Я туда в это полюсное отверстие смотрю, у него глаза вот такие. На парашют может выдержать легко у машины. Ну, его просто уберешь и сдвигаешь. Но самому-то не страшно было, что так? Да? Ну, конечно. Все было, да, по-разному? Всегда, всегда. Я прыгал первый. И когда открывается люк, 6 на 12 метра, там вот так вот смотрят, я думаю, сейчас как лицом вот... Спасибо вам большое. С праздником вас. Спасибо. Кажется, мы пропустили. Сейчас здесь кричали. История десантников, конечно, есть удивительная. Сейчас здесь они в парке со своими жёлыми, своими детьми. Все в тельняшках. Как делились с нами. Десантники, это для них очень важно. Я не слышала даже криков за ВДВ. Ну что? За ВДВ? Вы такие спокойные все. Здравствуйте. Журналисты НГС, новости. Скажите, пожалуйста... А вот командир сейчас скажет. Он по поиску. Так, вы... Командир, здравствуйте. Тут ветераны, вы все-таки молодые. Когда служили? В штат 17 призыв. В штат 17. Кто расскажет свой первый прыжок? Самый первый? Самый первый прыжок. Это незабываемо. Ты вроде и боишься, а вроде и нет. Так. Понятно, когда первый раз прыгаешь. Кто не боится, тот врет. Второй раз страшнее. Кто не боится, тот врет. Вот вы не первый, кто сказал уже, что второй прыжок страшнее. Почему? Потому что ты уже осознаешь, что тебя ждет. У меня был четвертый самый страшный. Почему четвертый? Не знаю. Парашин у него не раскрылся. Кстати, были такие моменты, самые опасные моменты во прям прыжке? Когда мы первый раз приехали прыгать, там два пацана сошлись и упали. При нас трех. У них прыгали? Мы прыгали. Там какие-то серьезные повреждения? Да, серьезные повреждения так-то серьезные. Позвоночник сломал. Да, ну да. Был случай много. Там один позвоночник, другой ноги. Вообще, в первые прыжки все, кто куда полетел. Кто в картошку кому-то, кто на кладбище вообще летел. Как-то вы так очень легко об этом говорите. Ну и что для вас этот праздник? Почему вам важно собраться вместе сегодня? Вспоминать, пообщаться. Так-то, грубо говоря, встречаемся только 2 августа и все. Потому что у каждого сейчас своя жизнь? Ну, конечно. У кого-то дети работают, все заняты. У кого-то... Да, ну ладно. Ладно, ребят, с праздником вам. Спасибо большое. До свидания. Такие веселые ребята нам попадаются сегодня. Давайте еще с кем-то пообщаемся. Здравствуйте! Здравствуйте! Вас журналисты беспокоят НГС новостью. Да, вы что? Скажите, пожалуйста, когда вы служили? 99-й, 2001-й. А где у вас проходила служба? Учебная... Учебка у меня была в Кубинке. 45-й отдельный разведполк. А потом перевели в секретную часть. Не могли бы здесь проходить. Хорошо. Скажите, что самое трудное было на службе? Самое трудное? Психологический настрой. Психологический настрой самый трудный был. А потом нормально. И никто... Сколько говорят, вот первые там 3 месяца тяжело, первый год? Ну, если честно, это все в головах людей. И если думать, что тяжело, оно и будет тяжело. Я... Мне почему, как бы, не особо тяжело было? Мне было не особо тяжело только потому, что я изначально, я в патриоте. Я патриотов. Военно-спортивно-технический клуб патриот. То есть, как бы... Вы были готовы, вы знали, да, на что здесь? Конечно, я уже был готов. А свой первый прыжок помните? Конечно. Когда он был? Ой, сейчас скажу... Хотя бы время года. Нет, это было... Это было лето. Это было лето. Самый-самый-самый первый прыжок был в патриоте. У него было 15 лет. 15 лет? Да. С какой высоты вы прыгали? Мы прыгали 800 метров. 800 метров. Не изменяет память, да. Страшно было вот... Честно? Честно, да. Страшно. И вначале. Ну, первые 3 секунды. Первые 3 секунды. Дыхание задерживаешь, прыгаешь, а потом отлично. Отлично. Спасибо вам большое. С праздником вас. Спасибо большое. Ну, вот. Не знаю, насколько вам слышно или нет. О, нет, нет. Но песни в КП сегодня тоже тематические. Классика. Есть. Это бывает? Мы jusqu'à смотреть на набережной. Куда-то не так много. Поэтому, пожалуй, вернемся. Ещё немного пообщаемся с теми, кто сегодня отмечает. Ура! 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 Как-то сдержано всё. Здравствуйте, от журналисты НГС. Новость вас беспокоит. С праздником вас. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы когда служили? С 2000-х. С 2000-х? Свой первый прыжок, помните? Да. А когда он был? Никогда не забудешь. Никогда не забудешь? Ну тогда вы расскажите, когда вы прыгали. В 1999-м году. А где? Где прыгали? В Лонде. Какие ощущения были? Помните их? Плохие. Плохие? Плохие. Вы видели, на входе в парк дежурят сотрудники полиции. Если получится, то мы ещё зададим вопросы жене, десантника. Наверняка это тоже интересно жить с таким человеком. Много не пейте, советуют комментаторы. Ребята. С праздником вас! Спасибо большое. А вот этот совет, нужно было сказать, чуть раньше. В парке тоже звучат тематические песни, а вот это как раз семья. Здравствуйте! Вас журналисты беспокоят, НГС, новости. Подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Тимур. А вас? Анастасия. Каково это быть женой десантника? Горжусь. Гордость? Конечно. А сами бы хотели прыгнуть? Да, очень. Мечтаю. А вы бы советовали прыгнуть? Конечно. Да? Ещё много-много раз бы посоветовал бы. Да? Ну а вы когда решитесь? Не знаю. В 2020 году. В 2020 году, обещаете? Да. Готовьтесь. Спасибо. Что ж, друзья, те, кто так же, как и мы, хочет проникнуться ощущением этого праздника, посмотреть на тех, кто служил. Приходите в Центральный парк. Я ещё заберусь. Будем надеяться, что этот день пройдёт без происшествий. С праздником! А мы останемся в эфире. До конца парка. Смотрим. Мои деньги, да? Всех с праздника ВДВ. Удачи, радости, счастья. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Безусловно. Все, кто служил, все, кто причастен к этому празднику и сейчас смотрят эту трансляцию, мы вас ещё раз поздравляем. Спасибо. 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 Спасибо.